Доброе, доброе утро, дорогие друзья. Спасибо вам за слова поддержки, спасибо за лайки, за комментарии, за репосты, спасибо за донаты тем, кто пропустил вчерашнюю очень важную подборку новостей. Я поясню, что некие украинские телеграм-каналы с 300 тысячами подписчиков внесли меня в списки своих врагов, они будут активно заваливать жалобами мои каналы, поэтому подписывайтесь на резервные каналы, ссылки есть под этими роликами. Мы отбивались от нападок, когда был коронавирус, теперь мы отбиваемся, вот понимаешь, от украинских ботов, к кремлевским ботам мы тоже привыкли, которых некоторые олигархи иногда нанимали, хотя это было более редкое явление. И, конечно, подписывайтесь на нас в телеграме, телеграм заблокируют в последнюю очередь, его заблокировать, слава богу, пока что тяжелее всего. Оставайтесь на связи, предупрежден, значит вооружен. В этом выпуске договорняк на подходе, о чем Путин говорил с Шольцем целый час и зачем снова собрался в бес. Окровавленные глаза в пакете, в Европе продолжается серия загадочных акций устрашения. Путин заявил о снижении уровня бедности в России. Ух! Забастовка на Дальнем Востоке, ну и, конечно же, по вашим многочисленным просьбам, в конце вас ждет подборка хороших новостей. Сейчас вот в течение месяца экспериментов выработалась следующая, следующий порядок структуры роликов. Сначала о ситуации внутри России, потом российско-украинский конфликт, потом международная повестка, это все одно в другое постепенно перетекает. И в конце подборочка хороших новостей, чем я вас могу порадовать. Первый блок. Менингит в Подмосковье. Несколько дней назад стало известно о вспышке нового опасного заболевания среди сотрудников склада маркетплейса «Озон». 1 декабря Роспотребнадзор отчитался, что очаги локализованы. Но, по словам собеседника, количество госпитализации растет с каждым днем. Первые пациенты с менингитом были выявлены утром 25 ноября в общежитии рабочего поселка Нахабино, что под Красногорском. В тот же день для медиков вновь был введен постоянный масочный режим. Правда, под старой эгидой снижение распространения коронавируса, но по факту дело не в ковиде. По данным на 1 декабря, всего было госпитализировано 43 человека с подтвержденным диагнозом или с подозрением на менингококковую инфекцию. Среди них 8 детей, все не старше 10 лет. Фиксируем важные моменты. Первое. Взрывной характер распространения. Часто зараженных растет с каждым днем. Второе. Болеют даже дети. Третье. Власть старается это умолчать, говорит, ну, знаете, там коронавирус, давайте снова носить маски. На самом деле речь о менингококке. Менингококковая инфекция это очень серьезная штука. Вплоть до того, что если ты переболел, у тебя наступает ранняя слабоумие. Ну, то есть это правда серьезно. Вопрос, случайность ли это? Откуда она взялась внезапно в Подмосковье такая вспышка? Насколько широко она будет распространяться? Будем следить, конечно, за этой ситуацией. Учитывая опыт прошлых нескольких лет, мы понимаем, что это может зайти очень далеко. Будьте в курсе. Заботьтесь о своем здоровье. Но если вы заболели, если вы чувствуете резкое недомогание, это может быть не грипп, это может быть менингококк. Не пренебрегайте необходимостью, вызывайте врача, чтобы вам оказали своевременную медицинскую помощь. Дети в селе Забайкалье не учатся уже 10 дней, в школе не оказалось дров. Вчерашний ролик начинался с этой новостью. Многие мне написали, Павел, ты не прав. У них там просто температура минус 40. Друзья, новость начиналась вот с этого постулата. Дети не учатся в школе 10 дней. А температура у них такая низкая образовалась только сейчас. Для чиновников это, конечно, идеальная отмаза. 10 дней назад температура была вполне приемлемая. Но дети уже перестали ходить в школу. Почему? Потому что нечем было ее отопить. Сейчас эту новость распространяют в средствах массовой информации. Спасибо местным жителям, местным журналистам, которые не стали замалчивать, которые пытаются привлечь общественное внимание. Чиновники забегали, засуетились и сразу говорят, ой, да посмотрите, как там холодно. Ну да, пройдет неделя, погода выровняется, будет температура минус 15. Дети при этой температуре уже могут дойти до школы, нормально учиться. Минус 20, тоже нормальная температура для того, чтобы добраться до школы. Холодно, неприятно, но это еще допустимо. А дрова-то не появятся. Чиновники используют эту информацию про минус 40 градусов. Чтобы надурить доверчивых слушателей, поэтому, друзья, не ведитесь на фейки, даже если их распространяют власть имущие. Главврач Якутской республиканской клинической больницы, депутат Гордумы Николай Васильев, Единая Россия, незаконно освоил на поставках кислорода для ковидных больных почти 47 миллионов рублей, а за это его наказали штрафом в 25 тысяч рублей. Еще раз. Святое! Наши ковидные больные, у которых в связи с особенностями здоровья реально были сложные явления. По бочке. Удар по легким, которым требовался медицинский кислород. 47 миллионов своровал на кислороде, получил штраф 25 тысяч. А можно я, ну вот, давайте я дам кому-то 25 тысяч, а мне взамен дадут 47 миллионов. Это что, это как вообще? Единоросс, депутат Городской думы, главный врач. Что думаете об этом Николай Васильев и пишите в комментариях. Для губернатора формируется новая повестка на первые праздничные и рабочие дни нового 2023 года. Уборка мусора, настройка коммуникаций поставщиков коммунальных услуг и управляющих компаний с жильцами. Хорошо, если только это. То есть в связи с тем, что у нас растут цены на ЖКХ, и в связи с тем, что у нас большая часть трудолюбивых соотечественников уехала, вот я хожу по району, все в мусоре, в Москве, богатейшей. И так по всей России будет. А за что, простите, мы платим деньги, и у нас растут постоянно тарифы, если мусор даже убрать не могут? Теперь эти все должны разрулить губернаторы. Вперед из песни. Путин заявил о снижении уровня бедности в России. Бурные аплодисменты. Уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%. Снижение действительно небольшое, заявил Владимир Владимирович. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Ее нужно сохранить. Честно говоря, я не понял, куда делись люди бедные. Я предполагаю, что они просто вымерли. Ребята, а доходы падают, цены растут. Куда делись бедные? У вас есть какие-то мысли на этот счет? По данным Росстата, малоимущих в России сейчас около 12%. А к среднему, с точки зрения наших властей, относятся до 38% населения. То есть для половины населения повышение тарифов – это шок. Но по той информации, которую располагает президент России, я уж не знаю, это он нам врет. Или ему на стол кладут такую информацию. Это уж кому как лучше нравится думать. Он считает, что бедных у нас становится все меньше. Сокращение продаж продовольствия, которое началось еще в апреле, продолжает ускоряться. В летние месяцы отставание от прошлогодних продаж составляло около 2%. В сентябре – 3,5%. В октябре – уже 4,3%. Мы, россияне, покупаем меньше еды. Такое снижение можно было бы объяснить тем, что россияне из экономии стали просто меньше есть. Но есть и другое объяснение. В стране из-за миграции сократилось число потребителей продовольствия. Ну, смотрите. В России, по официальным данным, проживает примерно 145 с чем-то миллионов человек. Если у нас снижение потребления продуктов питания на 4,5%, 4,3%, значит, сколько, по их мнению, уехало из страны людей? 43 тысячных. Так? Вы считаете, что из России уже свалило больше 6 миллионов человек? Вот смотрите. Либо эти люди, реально, 6 миллионов человек из страны просто уехали – это катастрофа. Было 145 миллионов, осталось 139. Это катастрофа. Либо эти люди вымирают сейчас катастрофическими темпами, либо эти люди перестали покупать еду. Миллионы, десятки миллионов человек стали покупать меньше продуктов. На Сахалине забастовали работники Киринского газоконденсатного месторождения, которое входит в проект Сахалин-3. Как сообщает ИАСахком, более полутора тысяч человек отказываются выйти на работу, требуя выплаты зарплаты. О многих такого рода проявлениях крупные блогеры, СМИ отказываются говорить. Я вам уже с лета начал рассказывать. Да, даже в системе МВД, МЧС, пожарных службах, учителям, работникам сферы культуры, то есть музеи, театры и так далее, начинали срезать премии, задерживать зарплаты. Вот уже дошло, понимаете. ГАЗ, наше национальное достояние, международный проект Сахалин-3. И чего? Полторы тысячи бастуют. Скорее всего, за ближайшие месяцы забастовок будет все больше, больше и больше. Запомните, поймите, пожалуйста, вам врут. Большинство СМИ вам нагло врут. Экономический кризис только-только набирает свои обороты. Весь 23-й год, как в экономическом смысле, будет наиболее тяжелым. Наиболее. Обязательно имейте запас необходимых вам лекарств, по возможности продуктов питания. У нас впереди очень тяжелый год. МВД РФ перестала платить полицейским пособия по уходу за ребенком из-за нехватки средств. Это следует из документа, подписанного замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области Алексеем Поддубным. Что и требовалось доказать. Миноборнауки РФ выяснила, что из 106 российских вузов, получающих федеральное финансирование в рамках госпрограммы «Приоритет 2030», сразу 41 не смог достичь нужных показателей. Также в отчетах 73-х университетов чиновники выявили признаки недостоверных данных. Претензии возникли даже к топовым вузам, среди которых МГИМО, ВЭШЕЕ, МИФИ, МГТУ Баумана, Ранхикс, пишет коммерсант. Значит, вкратце, очень коротко, как это работает. На самом деле, большая тема. Система высшего образования, она глобализована. Мы втянуты в Болонскую систему, ЕГЭ и так далее. Наши вузы работают по мировым стандартам. Это надо четко понимать. Если ты хочешь стать ректором какого-то крупного, сильного университета, ты должен хорошо разбираться, как в мире, подчеркиваю, в мире принято управлять университетом, его развивать, что делать со студентами, с преподавателями, с учебными программами и так далее. Сейчас Россию подвергают воздействиям, и вообще все последние 10 лет подвергают санкционному воздействию, которое в западной логике наносит максимальный ущерб. Перевожу на русский язык. В западной логике вот эти глобальные стандарты не применимы к тому, что есть в России, а применяют именно их. Это примерно то же самое, как если людей лечить, точно так же, как ветеринар лечит корову. Сходство есть. Млекопитающие, теплокровные, многие лекарства плюс-минус одинаковые, то если вы будете лечить человека, как корову, у вас будет очень нехороший результат. То же самое здесь. Российская система образования во многом, во многом специфическая. К ней нельзя подходить с общими лекалами. И все вот эти проекты, это откровенное кидалово. Это распил бюджетных средств, который не мог кончиться ничем хорошим. Чтобы у нас образование выше развивалось, нам нужно развивать свою систему. Но этого делать никто не хочет. У нас даже людей, которые помыслить об этом, и то нет. Торговые павильоны горят в Красноярском Минусинске. Площадь пожара 1200 квадратных метров. То взрывы, то пожары. Ситуация продолжается. Никаких перемен за 9 месяцев войны не происходит в позитивном ключе. Большая часть диверсантов, судя по всему, умудряется осуществить задуманное. Правда, военкоматы стали поджигать гораздо-гораздо реже. Истребитель МиГ-31 потерпел крушение сразу после взлета недалеко от села Алексеевка в Приморском крае. Экипаж катапультировался, сообщает информагентство ТАСС. Давненько, признаем давненько, не падали у нас самолеты-истребители. Последний раз, по-моему, это было еще в сентябре. Вот, пожалуйста, 3 месяца прошло. Это, конечно, достижение, это успех. Я подчеркиваю, речь не о ситуации на фронте. Речь о нештатных ситуациях на коренных территориях Российской Федерации. Петербургский губернатор Александр Беглов объявил о выделении рекордных 30,5 миллиардов рублей из бюджета северной столицы на создание новой системы уборки снега. Вся страна, весь интернет ржет над дворниками, которые невидимый снег счищают лопатами. Согласно масштабным планам, 15 миллиардов будут направлены районным администрациям на содержание территорий, 11 миллиардов поступят связанным с питерским правительством жилищным агентством, еще более 4 миллиардов рублей потратят на приобретение снегуборочной техники. Мариуполь сейчас, ну, может, и не ад на земле, но где-то близко, за красивым фасадом новых зданий прячутся в среднем 250 умерших в день по разным причинам, но в принципе она одна, от холода. Сейчас в городе новый тренд, дают обогреватели, но вы эти очереди за обогревателями видели? Их явно всем не хватит, а особенно старикам, да и не согреют они с дырами в стенах. Знаете, наше мнение не изменилось, в городе нужна эвакуация, теперь срочная, но ее нет, и это преступление, масштабы которого мы скоро узнаем, сообщает телеграм-канал «Донбасский кейс». Я на своем канале периодически поднимаю эту тему, нет никакой реакции, общественники звонят колокола, пытаются что-то сделать, закупают эти обогреватели. Сотни тысяч, если не миллионы человек в Новороссии, не готовы к отопительному сезону. Они замерзнут, кто-то замерзнет насмерть, у кого-то будут обморожения, ампутации, гангрены и так далее. Это страшно. И никто ничего не делает. Понимаете, лучше Беглов выделит, сколько тут, 30,5 миллиардов на новую систему уборки снега. Понимаете, новая инновация снега уборки. 1 декабря в эфире передачи «Здесь и сейчас» ведущий Алексей Коростелев телеканала «Дождь» попросил зрителей делиться информацией о проблемах в российской армии и присылать сообщения в телеграм-бот канала. Коростелев сообщил, что так можно будет попытаться помочь военнослужащим. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте. В результате его выгоняют. Об этой ситуации говорит весь телеграмм, все журналистское сообщество обсуждает. Как же так? Что за фантастическая ситуация? Что будет делать дальше? Серьезно, это такая важная тема. Интересно будет узнать, на самом деле, какую игру вел «Дождь». Может быть, они сотрудничали с Кремлем. Может быть, правда, просто оговорился парень. Может быть, это была такая хитрая инсценировка спецслужб. Как-то его шантажировали, чтобы он это сказал. И теперь у телеканала «Дождь», горит земля под ногами. Возможно, он будет переезжать куда-то, эвакуироваться из стран Прибалтики, потому что за дружбу с Кремлем соответствующие санкции. В общем, сложно, сложно, друзья. На самом деле, если у вас есть какая-то информация о том, что происходит в армии, устанавливайте себе на компьютер или на телефон Телеграм. Находите наш Телеграм-канал «Павел Иванов Аудио статьи». Здесь, прямо на страничке, есть «Для обращений». Жмете на эту ссылочку. Это наш помощник Никита. Он вам объяснит, как написать основу для депутатского запроса обращения к Делягину. Я это все оформлю. Подадим депутатский запрос и вместе попытаемся решить вашу проблему, вашу ситуацию. Силовики в ежедневном формате ведут охоту на членов команды Навального один за другим, штампой однотипные дела. Как стало известно, на бывшего координатора штаба Навального Евгения Доможирова завели уголовные дела о фейках об армии РФ. Теперь он в розыске. Я вот не понимаю, это реально то, чем надо сейчас заниматься? Ловить недобитков из экстремистского сообщества фонда борьбы с коррупцией? Вот это реально враги? А может быть, вы тех, кто разворовал армию, наконец-то накажете, найдете? Нет, вы что? Бывший глава отделения штаба Навального в Братске, Иркутская область, выбросилась с третьего этажа при попытке задержания полиции. У женщины зафиксированы множественные переломы. Вот, пожалуйста. Вот оно того стоит. Просто нет слов. Сподвижники Кадырова активно распространяют информацию о якобы произошедшем сегодня убийстве оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. В окружении Тумсо не подтверждают сведения. Сам Тумсо молчит. И думаю, в ближайшее время узнаем, возможно, когда вы смотрите этот ролик, уже появилась информация, реально был оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов. Убит или нет? Мэр Москвы посетил линию обороны в Донбассе, в строительстве которой участвуют работники городского хозяйства столицы. Кроме того, Собянин сообщил, что для мобилизованных русских бойцов возводятся необходимые доты и блиндажи, которые будут оборудованы печками, генераторами и всем необходимым. Вы мне объясните, какого хрена он там делает? Я правильно понимаю, что мэр Москвы Собянин подчеркивает, что без него, без мэра Москвы, министерство обороны с этим справиться не может. То есть, один из лидеров Единой России, один из руководителей страны, мэр Москвы, говорит, что Шойгу не справляется, что без помощи от одного из субъектов федеральное министерство обороны сделать ничего не может. Очень приятно это осознавать. Спасибо, Сергей Семенович, мы все поняли. Ну, а как это еще понимать? МИД Украины сообщил об обнаружении в посылках, отправленных в украинские посольства, в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, а также еще несколько консульств, получили крытые пакеты с глазами животных внутри. По сообщению ведомства, упаковки посылок были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Кроме того, неизвестные проникли в римскую резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы. С чего эта волна? Эта серия акций устрашения началась. Первая это был взрыв в посылке в Мадриде. Теперь вот отправляют глаза животных и экскрементами мажут все, до чего могут дотянуться. Очень странная ситуация. В глубине души я надеюсь, что окажется, что это какие-то украинские отморозки, пытаются сделать вид, что это делает Путин и это выяснится и от поддержки Украины окончательно откажутся все эти страны. Это моя голубая мечта. Пусть оно так и случится. Чтобы это делали реально какие-то представители России, я верить не хочу. Хотя, признаемся, это тоже возможно. МАГАТЭ анонсировала решение по безопасности Запорожской атомной электростанции уже до конца года. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью итальянскому изданию «Ля Република». Переговоры с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются, подтверждает Лихачев. Переводим на русский язык. Все-таки еще не сброшена со стола карта договорника с передачей Запорожской атомной электростанции под международный контроль. А мы понимаем, что международный контроль в нашем контексте означает передачу под контроль Киева. Киев получит эту электростанцию, чтобы продавать электроэнергию в Европу. Именно так обходятся со своей страной, со своими ресурсами руководители Украины. Сразу скажем, что российские руководители не очень-то далеко ушли в этом плане. удобрения, удобрения, зерно мы вывозим в другие страны, а то, что россияне их недополучат, хотя наши фермеры мечтают о бесплатных удобрениях, ну и, например, комбикормах, это никого не колышет. У России есть информация, что контрактники из США помогают готовить химические провокации на Украине, заявил пост пред РФ при ОЗХО. Спецоперация продолжается, но РФ считает мирные дипломатические средства наиболее предпочтительными для достижения целей. То есть, смотрите, несмотря на все, несмотря на провокации, на подготовку применения химического оружия, мы хотим, пожалуйста, переговоры, пожалуйста, переговоры, партия мира в России сильна. Образ будущего публикует вот такую очень серьезную информацию, друзья, слушайте внимательно, я не знаю, насколько она достоверна и правдива. Это утечки. Путин побеседовал с Шольцем, беседа продлилась час. В это же время Путин объявил о том, что срочно собирает Совет Безопасности. На момент выхода этого ролика неизвестно, о чем именно они говорили, но, возможно, обсуждали именно это. Цитирую телеграм-канал Образ будущего. Приднестровье и вывод вооруженных сил России с запорожской атомной электростанции плюс передача золотовлетных резервов на восстановление Украины в обмен на признание Крыма российским через референдум на Украине и сухопутный коридор в Крым из ЛДНР после референдума под эгидой ООН. То есть референдум должен пройти не в Крыму, Луганский, Донецкий, Запорожской, Херсонской областях. Этот референдум должны провести на остальной части Украины. Россия получает эти территории, Приднестровье мы отдаем Молдавии, Запорожскую электростанцию возвращаем Украине и наши замороженные непонятно сколько миллиардов долларов, кто-то говорит 320, кто-то говорит 700 миллиардов, мы эти деньги, все, все, что на Западе мы отдаем им. Но зато после этого можно будет торговать как раньше, все тип-топ, все как обычно, все нормально. Киев проведет управляемый референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, перед этим РФ выведет войска из Запорожской и Херсонской областей, куда зайдут миротворцы ООН по аналогии с Косовской гуманитарной операцией. После на этих территориях и ЛДНР пройдут референдумы о выходе из состава Украины, получение статуса независимых и присоединение к России. Приднестровье перейдет под контроль Кишинева и специальной комиссии из Брюсселя, после чего начнется мягкая интеграция до момента вступления Молдовы в Евросоюз 8-10 лет. Досрочные парламентские президентские выборы в РФ не предусмотрены. Турция, Франция и США с ФРГ поддерживают такую возможность решения проблемы. Кремль взял паузу на возможное изучение вопроса. Киев в целом готов выполнить волю Вашингтона, но тоже будет проводить консультации с Лондоном и Варшавой. Медуза в это время сообщает иностранный агент, что Кремль готов вывести войска с Запорожской атомной электростанции и Энергодара в обмен на гарантии транзита нефти и газа по территории Украины. В самое ближайшее время мы узнаем, насколько это все реально или нереально. Я напоминаю, по моим оценкам, к Новому году уже ситуация в какую-то сторону рада решиться. Я об этом говорю где-то месяца полтора, два, сколько я об этом уже говорю. Декабрь это решающий месяц фактически. Я ждал, что это начнется пораньше, я думал, что уже в ноябре начнется, но пока что это только все раскручивалось, раскручивалось. Только примерно последнюю неделю происходят по-настоящему трагические бои на Бахмутском направлении. Я думал, что они начнутся несколько раньше. Ну вот, наблюдаем за развитием событий. Все, вот это зафиксировали, запомнили, посмотрим, воплотится ли оно в реальность. ООН, ведет расследование, видеозаписи казни российских военнопленных, сообщает глава комиссии ООН. Есть несколько кейсов, которые могут очень здорово удать по Киеву. фактически Зеленский на коротком поводке. Если вдруг Запад, Европа, Америка потребуют «давай, выполняй условия России», если вдруг такое будет, это еще не факт, что так будет развиваться ситуация в кулуарных переговорах, но если ситуация будет такая, то и Зеленский заартачится, просто поднимут вот эти все факты. инсценировка в Буче, значит, расстрел пленных, репрессии мирного населения, подрыв северных потоков, удары по польскому трактору, все это повесят на Зеленского, мало не покажется. Еще одна нашумевшая тема, которую мы начали обсуждать вчера, знаменитые 100 тысяч потери Украины, безвозвратных потерь украинских вооруженных сил, которые озвучил Урсула фон Дерляйен. Украинские СМИ просто взрываются негодованием, Зеленские взрываются негодованием, они теперь переходят в контрнаступление, они говорят, что это русские потеряли 200 тысяч, Украина не теряла 100 тысяч, это русские потеряли 200 тысяч. Но вот, например, в крупном британском издании Дейли Экспресс выходит интервью, командир одного из подразделений ВСО Петро Козюк, чье подразделение удерживает Артемовск, ответил на вопрос о том, насколько серьезны людские потери на его участке фронта. Потери колоссальны, мы даже не считаем тела, отвечает Петро Козюк. С начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военных, заявил советник глава офиса президента Михаил Подоляк. Аристович заявил, что у мобилизованных Российской Федерации 30% потерь от дружественного огня. Короче говоря, это все у русских плохо, а у нас говорят, все прекрасно. Также телеграм-каналы украинские сообщают, что Россия выводит подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области. Это возможно, если скоро произойдет тот самый договорняк. Если же его не произойдет, то это фейк, это бред, попытка разжечь панику. Известный телеграм-канал Труха, абсолютно майданутый, сообщает, украинские войны изучают тактическую медицину по американскому протоколу ТССС. Вот я когда был на учебе по тактической медицине, нас учили по этому же самому протоколу. В этом нет ничего фантастического и уникального. По информации Трухи, целых 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение. Вы шутите, что ли? Украина, которую готовили натовцы 8 лет только 10 тысяч человек умеют спасать жизни на поле боя в случае каких-то ранений? 10 тысяч из миллионной армии? Вы прикалываетесь, что ли? Эту информацию вбрасывают, чтобы успокоить людей? Пожалуйста, не волнуйтесь. Не так много мы теряем. У нас наоборот все учатся спасать жизни. Выглядит это жалко. Труха сообщает, правительство заняло сторону украинцев за неисполнение графиков отключения электроэнергии обленерго будут карать. Кто смотрел мои обзоры вчера, позавчера, позавчера, вы в курсе, что по Украине, в частности, в Одессе, в Киеве, народ не просто ропщет, они начинают устраивать протестные акции. Они не понимают, как это так. В каких-то городах вообще света нет по нескольку дней, а в других городах все работает, трамваи, троллейбусы ездят, электровозы ездят, и даже иллюминации городские горят, особенно на Западной Украине. И даже Молдова питается от украинского света, как показали последние масштабные обстрелы, массированные обстрелы со стороны Российской Федерации. Вот, пожалуйста, дорогие украинцы, не переживайте, разберемся с этими нехорошими, которые вас лишили электроэнергии. Всем будет поровну, да-да-да. Зеленский, Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины принял решение о мерах против Украинской Православной Церкви. Среди них поручение внести в парламент законопроект о запрете аффилированных центров влияния ВРФ религиозных организаций и активизировать работу по борьбе с российскими спецслужбами в Украинской Церкви. Собственно, что и следовало ожидать? После стольких лет после стольких лет абсолютно провальной политики это касалось и МИДа, и Россотрудничества, и всего российского государства, и Русской Православной Церкви. Логический вывод, к чему это все привело? Конечно, с точки зрения международного права, это символ террористического государства. То есть гонение на религиозные группы это откровенно это недопустимо. Но это происходит. Германия отправит Украине последние имеющиеся семь единиц зенитных самоходных установок Гепард, которые предполагалось отправить в Утиль, сообщает издание Шпигель. Вот она, вот она настоящая западная поддержка Украины. Минфин Германии отказал Бундесверу дать 20 миллиардов евро на боеприпасы. Деньги на их закупку есть, но ведомство видит проблемы с сумбурным планированием таких заказов. Судя по всему, некоторые чиновники на Западе начинают понимать, что как бы музыка близка к завершению, лавочка закрывается, уже хватит, как бы хватит, ребята. США продают Финляндии ракеты для ПЗРК Стингер, а у Ближнего Востока хотят выпросить для Украины НАСАМС. При этом Вашингтон продолжает делать вид, что испытывает нехватку вооружения. В Америке ситуация другая. Их военно-промышленный комплекс рубит бабки просто как не в себя именно за счет продолжения боевых действий. Поэтому они продолжают линию на массовые закупки вооружений и боеприпасов. Председатель Китая Си Цзиньпинь призвал к усилиям по регулированию войны в Украине во время переговоров с представителем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Китай тоже говорит давайте уже мирные переговоры. Столтенберг заявил задача НАТО предотвратить выход военных действий за пределы Украины. Я напомню, что приход военных на территорию России это тоже за пределами Украины. И вот эти вот все бравурные рассказы «А мы пойдем сейчас Крым освобождать?» Нет, даже Столтенберг заявляет, который говорит «Давайте, сражайтесь до последнего украинца!» Даже Столтенберг заявляет «Не-не-не, ребят!» Да, как-то уже надо рамки звать. Я повторяю снова и снова. Я думаю, лавочка закрывается, активная фаза боевых действий будет завершена в ближайшее время. Я на это надеюсь. Википедия удалила англоязычную версию статьи об «Аллее ангелов» в Донецке. Информация про мемориальный комплекс память о детях, погибших в Донбассе, от обстрелов доступно на русском, украинском и еще шести языках. Вот в такие моменты мне самому хочется заблокировать Википедию. Но это, конечно, излишне. Википедию делают люди, можно блокировать отдельные статьи. Первое, о чем должно думать наше государство, это создавать наш аналог, нашу альтернативу. По-настоящему независимую энциклопедию, где будут храниться все ценнейшие данные по самым разным наукам. И для этого потребуется усилие огромного сообщества. Википедия во всем мире это многие-многие тысячи человек, которые добровольно в свободное время сидят и пишут статейки, переводят их с разных языков. И вот, пожалуйста, алле ангелов. Это реальное доказательство девяти лет терроризма против жителей Донецка. Я был там. Это страшно. Каждый день прилетают снаряды. Не всегда они кого-то убивают, но снаряды летают каждый день. Есть дома, которые похожи просто на решето. Они берут и просто удаляют эту статью. Зачем нам это знать? Еврокомиссия приняла предложение сделать нарушение санкций Евросоюза уголовным преступлением на всей территории ЕС. Обход санкций будет караться лишением свободы сроком не менее пяти лет. Для компаний штраф может составить 5% от мирового оборота. Это очень жестко. Это очень жестко. Банки Киргизии прекратили работать с картами мир из-за санкций со стороны Киргизии Узбекистан Таджикистан до 30% ВВП даже не бюджет а ВВП это прямые поступления из России. За это Россия может требовать просто чего угодно. А нам нечего предложить. У России нет концепции развития нет образа будущего которого мы могли бы призвать наших партнеров союзников. Поэтому Киргизия ну ребята мы вас конечно уважаем но там санкции поэтому мы поддерживаем санкции. Слуцкий сообщил что обратился в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки сельхозпродукций из Молдавии. Молдавия это горячая точка. Молдавия стремительно готовится войти в состав Румынии и Румыния будет захватывать и Молдавию и Приднестровье. Это очень большой удар с точки зрения геополитики. Россия пытается предложить молдавским элитам давайте хотя бы торгуйте с нами торгуйте с нами дружите с нами и давайте как-то вот пытаются как-то переиграть эту ситуацию. Получится или нет не думаю что за счет торговли сельскохозяйственными продуктами можно будет на что-то серьезно повлиять. Граффити художника Бэнкси больше нет в Киевской области их срезали на продажу. Это просто такой маленький эпизод. Всемирно известный художник Бэнкси который расписывает стены домов приезжал на Украину сделал несколько картин. На Украине их просто взяли отпилили кусок стены и выставляют на продажу. Приезжайте к нам приезжайте к нам мы самые блин мы самые святые люди. Латвия разрушила пешеходные мосты на границах с Белоруссией и РФ. Реально ожидают что через Белоруссию могут осуществляться военные действия на Украину и Прибалтика думает что на них тоже следом пойдут. Театром абсурда назвал вице-премьер Александр Новак запрос Польши на поставку 3 миллионов тонн российской нефти по нефтепроводу Дружба в 23 году. Польша заявляла о намерениях отказаться от закупок нефти по нефтепроводам из России но формально в санкциях не прописан запрет на поставки по трубопроводам. Польша очень хочет чтобы Россия вообще перестала торговать нефтью но только не с ними. Сами поляки собираются покупать нашу нефть 3 миллиона тонн. Как это понимать? Вот это вот конечно что украинцы что европейцы что американцы это конечно надо учиться такой как говорят наглость второе счастье вот они умеют потолок цен на российскую нефть может при необходимости пересматриваться дважды в месяц это удавка называется смогли выжить при 60 а давайте попробуем 57 а давайте попробуем 55 что-то брыкается ну давайте 56 привыкли 53 и вот так они будут поддушивать нашу экономику Airbus один из крупнейших производителей самолетов авиационной техники планирует полностью отказаться от использования российского титана в течение нескольких месяцев это то к чему я призывал с самого начала мы должны были перестать поставлять им медь никель платину палладий золото титан все на что мы имеем влияние мы должны были обрубить и потребовать вы поддерживаете нациков мы с вами не торгуем это было бы для них шоком они бы не успели сориентироваться отреагировать они бы столкнулись с остановкой производства начались бы волнения забастовки дайте нам работать короче можно было переиграть эту ситуацию в свою пользу но нет мы ждали а давайте дальше торговать как будто ничего не происходит но ничего теперь получили и унижение и поражение Япония не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида по его словам Москва занимает неконструктивную позицию про статус Курил и пока не идет на диалог с Японией по этому вопросу Япония активизировалась это уже третья новость за неделю по поводу темы Курил они там уже митинги проводят они требуют чтобы Россия отдала Японии несколько Курильских островов Кабинет вот это хорошие новости друзья дождались кто досмотрел до 44 минуты я благодарю вас благодарю за ваше терпение российский Кабмин рассмотрит доработанный проект стратегии развития финансового рынка до 30 года главной опорой российской экономики могут стать внутренние источники то что называется внутренней инвестиции России этого не хватает уже 30 лет с момента распада Советского Союза когда у нас была своя суверенная финансовая система когда советский рубль был крепок и могуч сейчас вроде к этому пытаются вернуться это очень хорошая новость если это будет реализовано хотя бы отчасти прокурор Орловской области Алексей Тимошин заявил что мэр областной столицы то есть Орла Юрий Парахин должен предстать перед судом по делу о дороге которую он построил к дому своей тещи якобы по технической ошибке сажать воров даже если это мэры спасибо прокурору генерал Александр Травников отстранен от должности начальника Санкт-Петербургского университета МВД России в связи с подозрениями в коррупции отстранять генерала сажать генерала вор должен сидеть в тюрьме сообщают о задержании главы фракции Единой России в Воронежской городской думе Романа Жогова целый глава фракции Единой России по одной из версий депутат может быть связан с нарушениями на выборах по другой замешан в сомнительных сделках в любом случае сажайте единороссов вор должен сидеть в тюрьме сотрудники ФСБ в пятницу задержали бывшего вице-мэра Владивостока Наталью Соколову по делу о превышении полномочий вместе с ней задержан бывший директор управления муниципальной собственности Армен Карапетян по данным издания новости ВЕЛ они являются фигурантами уголовного дела о продаже земельных участков столицы Приморья по серой схеме ФСБшники работайте братья сажайте всех воров это только начало я надеюсь таких последок должно быть ну давайте скажем несколько десятков каждый день и тогда глядишь за год их будет полторы тысячи маловато конечно давайте наверное соточка в день это было бы это было бы стабильно это было бы хорошо хватит охотиться за оппозиционерами охотьтесь за теми людьми кто уже во власти уже ворует оппозиционеры вот дорвутся до власти и вот тут вы их и посадите я думаю вот это было бы логично с этого понедельника Владимир Соловьев стал выходить еще позже в 23.30 его еще сильнее потеснили сериалами выпуски Соловьева идут теперь по будням с понедельника по четверг и заканчиваются глубокой ночью хронометраж прежний около трех часов пропаганда не стала короче но рейтинги и количество зрителей у Соловьева снизились именно в силу программного решения и его место в эфирной сетке России 1 как вы считаете почему я поставил эту новость в разряд позитивных народ сбрасывает с себя оковы ура патриотической пропаганды я думаю это позитивно Андрей Турчак заявил руководитель Единой России что с началом спецоперации России Единая Россия собрала более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц все пошло на закупку продуктовых наборов средств реабилитации для инвалидов детских принадлежностей предметов первой необходимости знаете с худой овцы хоть шерсти клок в центре Москвы мужчина разгуливал с украинским флагом никто на него не напал не обматерил ответной реакции не последовало я думаю это очень позитивная новость продукция московских фабрик и заводов стала продаваться на Вайлдберис и Озон специальные разделы сделаны в Москве содержат товары первых 100 столичных брендов всего в программе участвуют более чем 600 компаний друзья но если в Москве начали что-то производить все у нас будет хорошо с чем я вас и поздравляю подписывайтесь на нас в телеграме подписывайтесь на наши остальные каналы на ютубе все ссылки есть в описании ставьте лайки пишите комментарии вместе мы села вместе мы обязательно победим благодаря вашей активности давайте пробивать информационную блокаду распространять объективную информацию которая нам приятно которая нам неприятно давайте видеть мир таким как он какой он есть а не таким как кому-то хочется его представить берегите себя спасибо 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 spo ок